Всем привет! С вами снова Таня и сегодня, сейчас мы вместе с вами будем очень подробно, подробно разбирать мои сегодняшние покупки в магазине Фикс Прайс. Почему я акцентировала внимание на слове подробно? Зрители, которые не любят, когда очень много говорят про один и тот же товар, когда много болтают, особенно когда это все с эмоциями. Я вам предлагаю сразу выключить это видео, потому что эмоций, скорее всего, будет очень много. Я в восторге от сегодняшнего похода в магазин Фикс Прайс. И появилась Фикс Прайс коллекция, посвященная Данилу Святого Валентина, и на мой взгляд она просто прекрасная. Столько красивых вещичек новых появилось в магазинчике, что меня просто было очень сложно вытащить сегодня из этого магазина, но я это сделала. Я набрала вот такой пакет покупок, и сейчас мы с вами будем подробно все разбирать. Ну и первое, что у меня уже торчит из пакета, это как раз таки из серии с любовью. Шкатулка металлическая диаметром 10 сантиметров. Вот в этой коллекции металлических шкатулок было, по-моему, три вида. Я взяла самую красивую. Самая красивая, на мой взгляд, это вот лавандовая такая фиолетовая шкатулка с ужасно красивыми цветочками, которые сделаны, наверное, даже из бумаги. У них есть даже такая цветоножка, это называется. Как это красиво, как это аккуратно сделано, стоимость 50 рублей этой шкатулки. Если я где-то буду ошибаться со стоимостью, с ценами, я специально взяла чек, я буду подписывать, если вдруг где-то скажу неверную стоимость. Мне вообще, почему я взяла? Я взяла для того, чтобы на 8 марта кому-нибудь подарить в этой шкатулочке, допустим, даже бижутерию. Наполнить вот все это дело бумажкой красивой, такой шуршащей, и туда положить красивую бижутерию. Я не знаю, поднимется у меня рука вообще подарить кому-то эту красоту или нет, но идея мега классная. И выполнено все это очень-очень красиво, очень круто, аккуратно. Не знаю, не знаю, подарить, не подарить. Ну, в общем, я еще подумаю. Следующий из этой же коллекции, с любовью, я взяла подсвечник. И это деревянный подсвечник, пожалуй, я его сейчас открою. Посмотрите, какая она классная, по-моему, вообще прелестная, очень красивая вещица. И подсвечник сделан достаточно аккуратно, он такой красивенький, интересный, на мой взгляд, даже эта вещь такая стильная. Тем более, сейчас очень популярные интерьерные разные вещи, фоторамки и вот подсвечники именно в таком белом цвете, с бечевкой и вот это дерево. Это такая тема сейчас очень популярная. Мне нравится, как это все сделано за 50 рублей. По-моему, обалденная покупка. И стоимость очень классная. Подсвечник можно использовать, как такой обычный подсвечник поставить на стол, на поверхность, либо как подвесной подсвечник. Классно. Очень-очень довольна. Мне уже очень нравится. И мне кажется, что в спальне он к нам сюда впишется вообще идеально. Смотрим далее. Из этой же серии, с любовью, я взяла себе фоторамку, называется она Love. Размеры 22 см на 11, если вам это вообще интересно. Написано слово Love и на место сердечка, я думаю, это логично. Мы помещаем туда счастливую вашу фотографию. В общем, смотрите, вот эту фоторамку можно поставить на поверхность, на любую плоскую поверхность. Либо сзади есть специальная такая подвеска, можно ее повесить. Очень удобно. И сделана она, я вам скажу, что она неплохо сделана. Она нигде не поцарапана, не покоцана, потому что обтянута пакетом. Ну и честно, я выбирала. Были там не такие, не очень хорошие виды фоторамки. Я выбирала самую аккуратную, выбрала. Очень-очень нравится. И стоимость тоже была 50 рублей у этой красоты. Из этой же серии, с любовью, я еще нашла вот такую красотку. Это у нас фотоальбом, который называется «Приятные воспоминания». Это фотоальбом на 60 фотографий. 10 на 15, как в той известной песне. И мне он понравился чисто внешне. Вот так вот. Но в принципе, фотоальбомы никогда не бывают лишними. Особенно в нашей семье. Я очень люблю фотографировать. И фотографироваться в том числе. Кстати, да, кто не подписан на мой инстаграм, как красиво я завела, да. Кто не подписан на мой инстаграм, кто хочет глянуть мои фоточки. И не только мои. Милости просим. Подписывайтесь, заглядывайте. И мне понравился он внешне, потому что он напоминает такой непрокрашенный картон, фанеру. Ну, как-то смотрится интересно, прикольно. Вот, поэтому, ну, не могла не взять красивый фотоальбом. Если искали фотоальбом подобный, пожалуйста, 50 рублей в фикс прайс. Следующее, то, что мне очень сильно захотелось взять в магазине фикс прайс, то, что я купила, это, по-правильному называется, проекционный, светильник, ночник. Так он еще плавно меняет цвета, оказывается, здесь написано. Я, на самом деле, думала, что вот раз он стоит лицом вот так, значит, только синий цвет будет. Ну, вот. Это меня не может не радовать. Варианты дизайнов производитель предлагает три варианта. Я, конечно же, взяла с сердечками, пробила меня на сердечную тему, тематику. И этот светильник работает от батареек, которые в комплект не входят. Я это тоже, конечно же, мимо уже, я все это пропустила, в магазине не смотрела. И давайте посмотрим, как выглядит этот светильник. Вытащила я, в конце концов, с горем пополам этот светильник. И могу сказать, что, ну, достаточно хлипкий, наверное, светильник. Если ребенок вдруг уронят, он сломается сразу же, разлетится на части. Поэтому нужно быть очень осторожным. И еще мне кажется, что мне придется открыть светильник и закрепить вот эту ленту. Потому что там вот эта лента, на которой трафарет вот этот с сердечками, он как-то болтается. Нужно будет закрепить, скорее всего. Ну, и снизу вставляются три самые обычные пальчиковые батарейки. Ну, и, кстати, по поводу батареек. Вот такие батарейки я купила в FixPrice. Солевые батарейки в наборе две штуки, размер R14. Они такие тяжелые. В общем, у ребенка уже, я не знаю, несколько месяцев не работает поросенок. Потому что не самый популярный вид батареек, согласитесь. Они такие огромные. И, в общем, я их все нигде не могла найти, нигде купить. Обычно везде пальчиковые продают. Все, поросенок сегодня будет хрюкать. И поросенок сегодня снова пойдет. Кстати, еще по поводу ребенка. Есть очень крутая, классная тема в магазине FixPrice. Это тема многоразовых раскрасок. Я уже беру не первый раз. И разные виды раскрасок. И это водная раскраска, кстати говоря. Водных раскрасок несколько видов. Я уже пробовала покупать FixPrice. Вот эта серия Play the Game. Самая крутая. Она очень удобная. Здесь, конечно, в наборе, в альбоме идет всего лишь шесть листов. Но вот этих шести листов ребенку, в принципе, хватит за глаза. Минут на десять ребенка можно занять. Без особого опасения. Потому что ребенок не испачкает все вокруг красками. Нужна только лишь вода, кисточка. Ну и в принципе все. Воду я наливаю в стакан, не проливая-ка. Совсем немножко, на донышке. И не проливая-ка я тоже покупала в магазине FixPrice. И на самом деле здесь идет в наборе карандаш. Такой, который нужно наполнять водой. С ним работать неудобно. И раскраска действительно многоразовая. Очень яркие, красивые картинки. Я взяла раскраску, которая называется в зоопарке. Будем изучать животных. Соня вот эти многоразовые раскраски просто обожает. Вот, так что я думаю, что она сегодня порадуется очень. Далее, что касается покупок для дома. То, что я взяла себе, это вот такие вешалки. Набор из бархатных вешалок. Здесь у нас три штуки. Они нужны мне были по зарез. Потому что есть у меня блузки и платья струящиеся, такие льющиеся. Которые на обычных, с обычных пластиковых вешалок, они тихонечко стекают, сползают. А на бархатных это будет держаться гораздо лучше. И стоимость, по-моему, была... А, 55 рублей стоимость товара здесь написана. Следующее, то, что в принципе для семьи было необходимо. Я взяла маски медицинские, одноразовые. Здесь набор идет три штуки. И, по-моему, стоимость одного набора 25 рублей. И сделана в России трехслойная защита, все дела. На самом деле, сейчас и я хожу в больницу, с ребенком мы ходим в больницу. И вокруг все болеют, все чихают. Поэтому хоть как-то себя обезопасить, я решила вот купить медицинские салфетки. Далее, то, что я всегда тоже беру ребенку, это влажные салфетки. Они мне очень нравятся. Никогда без них не ухожу практически. Еще я взяла набор из 15 влажных салфеток. Это тоже детский, но в сумочку кинуть, с собой тоже носить. Даже обувь протереть или ручки протереть. Удобно тоже с собой в сумке носить. Далее, раздел продукта питания. Девчонки, я думаю, что вы очень удивитесь. Я не взяла ни конфет, ни пирожных вообще, ни чая не взяла даже на сей раз. Единственный продукт, который я взяла, это приправа хмели-сунели. Это мой самый любимый вид приправ. Я просто балдею от аромата хмели-сунели. И я утром готовила гречку. Мне так не хватало вот этой приправы. Она у меня закончилась. И сегодня все сошлось. Я стою в фикс-прайсе, смотрю, 7 рублей, то ли 8 рублей. Вот эта приправа стоит. Я думаю, ну все, надо брать. Посмотрела состав. В составе даже усилители вкуса нет. Думаю, ну точно возьму. Не пробовала еще, не знаю. Это магия Востока. 15 грамм. Я надеюсь, что сносная приправа. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Я надеюсь, что вы что-то новенькое для себя увидели и что-то захотели. Если захотели, идите, наверное, самое время покупать сейчас. Не дожидаться, когда наступит 14 февраля. Потому что все раскупят, как это обычно бывает в фикс-прайсе. Хотя вот то, что я вам показала, даже вот эти светильники, это все было в таком огромном количестве. И никто на них не набрасывался. Ажиотажа особого не было. Так что, в принципе, наверное, без паники. В общем, спасибо за внимание. Желаю всем классных, выгодных, красивых покупок. И всем пока-пока-пока. Пока-пока.